В комментариях отвечаю людям, которые спрашивают, как здесь делать такое оформление. Многие мне отвечают. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт в бисфарм симуляторе, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше двух лет, а это значит группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. Пожалуйста, не забудьте прожать лайкос, а именно давайте соберем над этим видосиком лайков 222. Как только набираем 222 лайка, я так сразу выпускаю новый замечательный, очень крутейший видеоролик. Так что как-то так. Ну что ж, погнали к ролику. Как вы помните, вы задаете на протяжении абсолютно каждого моего ролика, как же сделать такое оформление на медик сверху, который у нас отображен, и на поля, то есть на пыльцу. Как это сделать? Также у меня еще снизу оформление, где у нас есть вот такие вот менюшечки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть где у нас лежат какие-то вещи для быстрого доступа. Я видел, ты хочешь прыгать со мной. Как это мило с твоей стороны. Костя, как же это, и сегодня отвечу, как же это сделать, зачем оно нужно, и так что давайте аж перейдем. В общем, стану где-то здесь, не хочу очень долго видео записывать, скажу честно, потому что, скорее всего, до конца этого видео многие не досмотрят. Но попрошу сразу всех ребят, своих подписчиков, в распространении этого видео. Если вы распространите это видео, это будет как бы к вам очень огромный плюс, потому что узнаете почему. Ну и также многие ребята уже узнают, что это такое. Как вы знаете, давайте еще расскажу. Как вы знаете, я всегда в комментариях отвечаю людям, которые спрашивают, как же сделать такое оформление. Многие мне отвечают, что это фотошоп. Это действительно фотошоп, ребят. То есть, если я уберу просто дисплей своей игры, то есть, я его так сворачиваю, и вы наблюдаете сейчас на экране, черный экран, и видите вот этот виджет, можно так сказать, моих менюшек. Конечно же, это выглядит все очень красиво, все очень круто, вам, конечно же, это нравится. Но зачем это нужно? Смотрите, ребят, как вы знаете, я, может так сказать, видеоблогер, ютубер, который снимает вам контент. И я это сделал для того, чтобы вам было приятнее смотреть, была очень красивая картинка. Как вы знаете, я стараюсь это для вас сделать. И когда вы смотрите на это, вы задаетесь, вам нравится смотреть такие ролики. Эта картинка выглядит намного сочнее, и это реально очень круто. Ну а зачем, ну типа вот, если я ее уберу, то есть, по факту я могу ее вот так вот скрыть, и ничего на экране не будет, как вы видите сейчас на экране. То есть, и как бы я играю, и у меня такого оформления нет, то есть, и кайфа я от этого никакого не получаю. То есть, и я получаю кайф от того, что вы смотрите мои видео, и вам нравится картинка, которую вы воспринимаете в данный момент. То есть, и как-то так. Давайте отвечу, но как это сделать? В общем, ребята, это делается абсолютно в фотошопе, то есть, мы можем просто заскринить вот эту часть экрана, а можно просто заскринить. Как легче сделать такую картинку, объясню для людей, которые владеют очень хорошо фотошопом. Вы просто делаете картинку, допустим, если вы играете на полном экране, и у вас всегда, когда вы снимаете ролик, картинка на полном экране, вы делаете скрин. Это делается с помощью кнопки F12, вы делаете скрин, потом заходите в фотошоп, нажимаете сочетание кнопок Ctrl V, у вас сразу выставляется эта картинка, натягиваете ее на фулдисплей. То есть, у вас должна в фотошопе быть картинка по разрешению вашего экрана, то есть, монитора. Делаете, и потом берете и уже накладываете, то есть, вот эти штучки можно просто обрисовать, внутренность вырезать, чтобы было видно ваш мед. И получается, вы это все зарисовываете, делаете с помощью фотошопа, снизу точно так же. Как говорю, вот именно внутренность нужно вырезать, чтобы на внутренности ничего не было, чтобы оно не перегораживало ваше количество ресурсов. Конечно же, я могу это оформление сделать абсолютно каждому маленькому ютуберу, большому ютуберу, как понять, большой или маленький. В общем, я это сделал даже у человека, у которого малое количество подписчиков, если он как бы начал снимать. Мне будет это не тяжело, я поддерживаю абсолютно каждого ютубера по симулятору пчеловода. Вы действительно красавчики, вы поднимаете рейтинг игре. В общем, то есть, если ты ютубер, то можешь обратиться ко мне в личку ВКонтакте, или ты хочешь начать записывать видос, ты можешь обратиться ко мне в личку ВКонтакте. Ссылочки еще в описании, там будет написано, хочешь буст аккаунта, потому что скоро уже начнутся бусты, как вы знаете. Ну и в общем, написать Костян, здорово, хочу получить оформление, обязательно сделаю, только укажите, в какую пыльцу вы идете, или в какой пыльце вы уже развиваетесь. Делаю именно по вашей пыльце, как вы знаете, я в синей пыльце, поэтому у меня цветочек сверху отмечен как бы синий. Как вы это видите. В общем, как-то так. Еще был вопрос, Костя, а если вот так вот сделать, я буду как-то видеть, как вы помните, буквально, наверное, минуту назад я ответил на этот вопрос. Ничего это вам не дает, это просто картинка, которую вы видите на экране, это простой фотошоп. То есть, в игре у вас такого не будет, вы будете видеть только на видеоролике моем такую красивую картинку. Получается, она ни за чем не нужна, но если хотите гайдик, а именно я бы хотел записать для вас гайдик, как я это все рисую. И, конечно же, конечную итоговую работу я солью у себя в Телеграме или у себя в Дискорд-сервере. Ну, пока Дискорд-сервер у нас не готов, как вы знаете, Дискорда пока у меня еще нету. Вот. Ну, вы можете вступить в мой Телеграм-канал, называется он Костя Попал, ссылочка есть в закрепленном комментарии, также в описании. Можете вступать, я там уведомляю вас свое лицо, могу сфоткать, могу что угодно сделать в жизни и туда выложить. Также информация по поводу каких-нибудь моих роликах или просто важнейшая информация сливается именно в мой Телеграм-канал, который называется Костя Попал. Так что заходите туда. В общем, если на этом ролике набираем, ну, давайте наберем лайков 400, я уверен, что это возможно сделать, как минимум это видео посмотрит тысяч человек. Если будет каждый ставить лайк, то я очень быстро выпущу видеоролик, как я буду это все делать. То есть вы научитесь делать в фотошопе такую картинку, как видите вы, сейчас у меня вот эти эмоции, можно так сказать, да? То есть вот это оформление. Ну, и также заберете итоговое оформление к себе в ручке и будете тоже его использовать, если вы, конечно же, ютубер. Да, ребят, которые просто обычные мои подписчики, которые не снимают ролики, а просто играют, наслаждаются жизнью, то, ребят, для вас этот видеоролик, можно сказать, не для чего. Вы просто узнали для себя итоговую информацию, то, что это как бы фотошоп и на игру это никак не влияет. В игре этого никак не сделать. Конечно, это можно сделать через файлы игры. Конечно, я этого делать не буду, поскольку это запрещено, потому что если я внедрю какой-либо файл в игру, то, ребят, меня могут забанить, обнулить и все такое. Поэтому я использую фотошоп, именно который вы видите на экране, чтобы вам было интересно смотреть. Ну, а я играю с обычной картинкой, как и вы, в бисфарм симуляторы, так что как-то так. На связи был Костик Попол, огромное спасибо тебе за просмотр. Оставайся добрым, будь мудрым, но завтра мы увидимся на новом, сочном, интересном ролике. Скорее всего, будет интересный гайтик. Всем пока-пока.